Это вообще трэш-трэшкин. Я бывает с сухарями себе рот раню. У, шопли. Давай. Сморкайся. Шоплями поцеловала маму. Привет, мои крошки. С вами Селина Свы. Мы сейчас находимся в моем магазине. Только что приходила к нам девочка. Взяла поясные сумки, целых две, и платье. Такие у меня практически опытовые покупатели. И хотела начать-то с чего влог-то я? С того, что у нас украли коляску на самом деле. Вчера я ее оставила просто в подъезде. Ну, вроде бы как охрана, все дела, консьержки. Но при этом я что-то прошла мимо. И думала, может, я ее в багажник положила или еще что-то. Украли коляску. А теперь как без коляски? Вот сейчас нам ехать. И как без коляски? Я понимаю, что ты большой уже ногами должен ходить. Но иногда он гренничает, а поспать в коляске, погулять. И мне кажется, что до трех лет, мне кажется, еще, может, коляска даже. Хотя, может, три года это, наверное, уже много. Мне кажется, он уже такой на грани. На грани коляска, не коляска. Но пока коляска нужна. А ее украли. Сегодня будем выяснять весь этот момент. Там камеры, все дела. Вот, как бы есть. Ну, коляска, на самом деле, недорогая была. Я не знаю, кому она понадобилась. Она новая, 2,500 стоит. А БУ еще и дешевле. И тем более, она там уже у нас чуть погрызанная была. И отрясусь, чтобы Дэнни не капризничал. Короче, все, мы поехали. Он уже спать хочет с 8 часов на ногах. А ну-ка, сюда встань. Сядь. О, что, классно на столе сидеть? Короче, все равно потеря-потеря. Но я думаю, что эту коляску, как бы, наверняка, не какие-то люди, если украли, знаете, какие-то, которые там наживиться хотят. Потому что на ней не наживешься, по ней видно, что она простая. Там и круче коляски стоят у нас в подъезде. То есть я не одна оставила. И момент, мне кажется, кому-то, наверное, эта коляска очень нужна была. Раз ее взяли, яркая. Ну, я не сильно расстроилась. Просто неудобно. Вот, я почувствовала, что теперь неудобно будет. Но я не расстроилась. Если она кому-то нужнее, чем нам, то пусть пользуются люди. Видно по мне, да, что я не сидела, не резвилась. А может, я резвилась так, что я прям покраснела, да? На улице у нас просто жара нереально. Я еще пацана тепло одела, он не запарился. Но я раздела максимально его, но уже не разденешь больше. Короче, история с нашей коляской. Еще не закончена. Это пипец какой-то вообще. Короче, я должна была приехать до 5 часов администрации работать, чтобы они посмотрели по камерам что-то как. Мне сегодня целый день ехать. Пацан должен быть со мной. Пешком нереально, он не ходит ничего. Ему уже пора спать. То есть, пока он спит, я делаю свои дела. Езжу по улице. Естественно, я бегу за новой коляской. Я покупаю новую коляску. Кстати, моя коляска, оказывается, не 2 800 стоила. Там вообще таких цен нет. Там за 3 только все. И он посмотрел, я у них же брала, у кого брала. Он говорит, нет, 3 с лишним. Короче, 3 500, 3 800 стоила ваша коляска. Я помню. Ну, были такие, как у нас, только расцветки другие. Но я не стала брать такую же. Взяла чуть-чуть получше. 3 800 она стоит. Ну, реально, да, расходы левые. Что у меня? 3 800. Покупаю коляску 3 800. Тоже такая цветная, зелененькая. Все супер-пупер. Приезжаешь до 5, чтобы успеть в эту администрацию. Вся-то как раз на это. Захожу, спрашиваю консьержки. Консьержка мне говорит, что и, возможно, эту коляску узнавала что-то она. По ошибке отправили в другую квартиру. То есть в нашем подъезде в другую квартиру. Я не поняла, что значит отправили. И что, куда-то их, куда-то коляску эту отправили так, что... Короче, я спросила там, какая квартира, но она говорит, будут они только вечером. То есть что, им отправили чужую коляску, они даже не заметили, люди. Либо ее куда-то поставили, куда не зайти. Я, короче, не поняла. Короче, вечером сегодня будет известно, у них моя коляска или нет. Я говорю, да офигеть, а я новую уже купила. Я уже попрощалась, уже всего хорошего коляске пожелала и людям, которые ее украли, возможно. Говорит, ну что вы так спешите? Я говорю, а мне как ценить целый день дела делать? Если бы я не купила коляску, я бы просто ничего не сделала. Просто ничего не сделала. Это был бы скандал, крик, это не спящий сын, это все вот так вверх дном. А у нас сейчас режим. Конечно, я купила коляску, если уже ее нету два дня на месте. Короче, мне интересно все это выяснить, вот. И сейчас мы едем, продолжаем тогда ехать дела домой, не заезжая. Отправить посылки надо сейчас. И вечером будем ждать результата с коляской. Это вообще трэш-трэшкин. А пацан что делает? Пацан вот в телефоне лазит. Он тоже задолбался уже по такой жаре. У нас реально лютая жара. Че там бьешь? Поехали, короче, в офис, поехали. Короче говоря, наша коляска прибыла. Захожу я после всех своих дел, смотрю, коляска стоит в подъезде. Начала спрашивать, что да как. Ну и в итоге... Заходи. Заходи, заходи, пойдем. В итоге коляска наша... Взяли ее случайно. Не узнали, что это их коляска. В общем, очень-очень странно. Но я попала на 3 800. Моя новая коляска стоит 3 800. Свою коляску сейчас выставлю в инстаграм, объясню ситуацию. И продам за пол цены. Такая коляска, как у меня, стоит там 3 600 у них, по-моему. Ну вот, продам ее за полторы тысячи, короче. Денька там ручку немножко покусала. Сейчас покажу, короче, вам цвет какой-то. Я все красная. Сейчас покажу все. И новую покажу, и которую продавать буду. Ну вот коляска наша, которую мы будем продавать. Разноцветненькая такая. Вот закрывается и открывается. Сзади тут есть куда что положить. Тут кармашек. Удобная, классная. Столько нам Вера и правда и прослужила. Сейчас покажу новую. Так, а вот новая наша коляска. Ну, могу сказать, что наша предыдущая, она была чуть полегче. Это чуть потяжелее коляска. Ну, все то же самое у нее, в принципе. Ну вот на возраст Деньки чуть побольше, и она чуть больше подходит. А также тоже складывается. Вот точно так же. Педалька такая. Раз, два. Все то же самое. Вот. Ну, сейчас я ее достала и прям почувствовала, что наша точно так же складывается. Наша полегче только чуть-чуть. Ну, короче говоря, взяла кофе сейчас такой вкусный. С корицей. Так, пожалуйста. Короче говоря, что хотела сказать-то? А, наша коляска, она, конечно, немножко такая уже. Я не знаю, как ее постирать вообще надо. Я там пыталась. Какие-то не получилось у меня снять вещи. Ну, эти штучки. Короче, нужно смотреть. Вот. Так что, если кому-то надо, обращайтесь. Договоримся там, что как. Ну, кто из Ростова, отправлять в другие города я не буду. Конечно же. Вот. Посмотрим. А мы будем в новой коляске. Не знаю, как она, ну, как бы, я не знаю, на полкилограмма, наверное, или на грамм 600 потяжелее будет. Как мы с ней в дороге будем, я не знаю. Это уже не так легко. Помчал на горку. Стой! Ты посмотри на меня. Это слишком высокая горка, Дэй. Ты что сказал? Это слишком высокая горка. Мы на маленьких катались до этого. Дэй, ты сейчас упадешь. Короче, пацан неугомонный вообще. Вот огромная горка. У нас до этого маленькие были детские горки. Вот и лезем. Да! Так, мы уже чуть не попали под качельку. Ну, не эту, другую. Пойдем. У нас уже с лестницы падали. Шагали плохо вниз. Вверх хорошо, вниз плохо. Да, Дэй? Чуть-чуть буквально уберегла его, чтобы качелька ему не въехала. Хорошо, девочка так чуть-чуть каталась? Не сильно. Это вообще глаз до глаз. Если ты подходишь где-то сзади, вот так качелька ему бум, и все вот так упал бы мальчик. Да, Дэй? А вот кататься на качельках с мамой классно, да? И мама отдыхает, и качаешься. Блин, я просто не могу. Но как на площадку выходить, так это дурдом. У меня и так спина болит, я целый день бегаю. Это он сидит, отдыхает. Я только его и таскаю. Туда-сюда, туда-сюда. А сама бегаю, горела. Еще и башка вся задолбанная делами всякими. И тут я думаю, сейчас пойду погуляем. Пацанчик погуляет. В итоге он бегает, а я за ним, блин. Бегает внутрь, дожди. Короче, я... Трэш! Вот. А на качельке хорошо. Качаешься? Не отдыхай. Чего рода открыл? Чего рода открыл? Дэнь. Я причем, самое интересное, что его практически целый день не целовала. То есть, ну, там ручку потянет, я ему ручку поцелую, там подмигну, воздушный поцелуй. А сейчас вечером вышли, а он давай на меня бегать. Короче, прыгает. И я его прям целую, обнимаю. И он прям соскучился целый день за поцелуями прям. Бедняжка моя. Качь, качь. Качь, качь. Ка-ка. 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 На это можно смотреть вечно, да? Ка-ка. 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 Туда-сюда бегаю как-то. И вечером, только когда укладываемся, мы немножко с ним няшничаем. Вчера я забыла соску в машине. И у меня остались дома не очень хорошие соски. Не то, что хорошие, они хорошие, дорогие, одна вообще супердорогая. Но он их не берет просто. Вот она у нас лежала и лежала. Короче, вчера я его укладывала, это была истерика. Засыпать без соски. И я думаю, вот как? Ну вот как? Просто не спустишься. Уже мы легли свать, уже не спустишься вниз. Это надо его одевать, он один не останется дома. И я его с горем пополам уложила с этой соской, которую он не хочет. Объясняя, что соски ма, надо с этой. И закачивать его, и то, и все. Короче, по-разному. Еле уснул ребенок. Так плакал, что даже во сне всхлипывал потом. Бедняжка моя. Короче. Я эту соску возненавидела. Причем он не сосет все время соску. Я ему не даю в течение дня. То есть вот он с ней чисто укладывается спать. Единственное, когда он может укладываться спать без соски, это когда мы едем в машине, и он уже очень хочет спать. Конечно, его там вырубают, и он о соске не думает. Вот. Сейчас у нас, кстати, режим. А пол восьмого опять малой встал, начал меня будить, но я встала в девять. Он ходил, бродил без меня. И когда он уже начал бить меня ногами, да, я проснулась. Потом час я его сейчас уложила, и вот пока он спит, я раскладываю вещи, потому что все так просят ром-тур скорее. И я хочу для вас снять его, поэтому собираю очень много зимних вещей. Сейчас хочу убрать, разобрать, все сложить, и скоро будет ром-тур. Не переживайте. Я его сразу же сниму, как только я все вещи разберу. Просто их очень много, я еще даже не все перевезла. Вот. Что еще хотела сказать? А, хожу и думаю по поводу холостяка. Кто смотрит холостяка, кому будет интересно. Вот, девочки, кто не знает, вот как себя вести с мужчинами или еще. Короче, просто скажу, вот всегда, когда я начинаю думать, да, думаю, вот классно, да, там. Короче, мне нравится в холостяке Даша. Мне нравится, как она себя ведет. Просто, вот знаете, очень редко бывает смотришь на девушку и думаешь, ну, здесь ты сильно зажата, да, здесь ты сильно наглая, здесь я там еще что-то. Ну, то есть в каждой девчонке всегда могу найти что-нибудь, что она неправильно делает. Вот реально. И знаю точно, что отталкивать может здесь пацана. А что наоборот привлекать. И вот Даша, это ее вообще такой один из единственных людей, которая, вот я за ней наблюдаю и просто смотрю и думаю, ты правильно все делаешь, детка. Я не знаю сценарий там, не сценарий. Егор говорит, что там все у него чисто, вот он захочу закрыл проект, все, короче, так, как нужно, да, девчонки, там все дела. Ну, там все равно понятно, что много наигранных каких-то моментов, да, но в целом я верю. Вот я верю Даше, я верю Егору, я верю в то, что у них реально влюбленность конкретная с самого начала. И я как только увидела это все, если они играют, то они играют так, что я им верю, я хлопаю. Я с самого начала увидела это, и я болею за Дашу. То есть не то, что даже болею, у меня какая-то внутренняя уверенность, что Даша выиграет по-любому. У него не завязалось ни с кем и не завяжется уже этого. Я не знаю, что должно случиться, чтобы Даша реально ушла. И когда был анонс вот этого вот кусочка, где, типа, он Дашу отправил, я такая, не верю. Да не может быть, это вот реально что-то куски поводиорезали, там что-нибудь, у них будут разборки, эмоции, страсти, но он никуда ее не отправит. Либо там, ну нет, ну просто не верю, и все. И когда я посмотрела серию, где он ее вернул, ну как бы выходи из машины, и поехали они куда-то, ну понятно, что это история, но я уверена, что она будет номер один. И я прям, они очень хорошо друг другу подходят. Что я в ней заметила, какие моменты, да, от того, что она правильно делает. Во-первых, она его чувствует, мне кажется, она его поймала. Понравил, все, и начинается правильно. То есть она не давит, где-то ревнует. Она не суперэмоциональная, не дурная. Она в то же время показывает свои эмоции, и эти эмоции чувствуются. Она смотрит ему в глаза, она внимательно вот смотрит на него, да, такое ощущение, что она прям вот, вот прям все, она его гипнотизирует. Она молодец, короче, она говорит правильные слова. Ну короче, одним словом, она его чувствует. И я, она его чувствует и делает все правильно, потому что девушка, может быть, чувствует человека, но делает все неправильно из-за каких-то своих эмоций. У нее все правильно вообще, пока что вообще к ней придираться даже вот нет. Вовремя проявляет ревность, вовремя говорит какие-то слова, какие-то советы, прям наслаждаюсь, честно, наслаждаюсь поведением. Мне безумно интересно, что будет дальше. Вот, такие мысли были у меня про холостяка. Думаю, надо с девочками поделиться, жду, прям не дождусь следующего. Сегодня суббота, о холостях будет воскресенье. То есть, чтобы вы понимали, когда это видео снималось, что я говорила, то вдруг там события сейчас такие будут, а у меня другое все. А еще хотела сказать всем моим первым покупателям огромное спасибо вообще за поддержку, за вот вдохновение. Честно говоря, знаете, я не ожидала, что будет такой хороший, в принципе, спрос, да, и желание приобрести что-то в магазине, и что каждый человек что-то находит себе по душе, что я прям попадаю в точку с какими-то вещами, что они сейчас действительно нужны, важны, и прям забираю у поставщиков последнее все всегда. Что они, бывает, повышают даже цену, такие наглые вообще. Но это понятно, когда на что-то ажиотаж. В общем, я хотела сказать большое спасибо девочкам за то, что вы одни из первых, кто что-то приобретает, и тем самым даете мне вдохновение и прям желание делать еще больше, находить еще больше для вас, стараться. У меня уже появились постоянные клиенты, которые уже по два раза заказывают, и вот им огромный привет. Я подхожу очень, конечно, ну так вот, очень ответственно ко всему этому мероприятию, потому что в основном у меня заказывают все в другие города по России, и я очень переживаю, чтобы пришло все в целости и сохранности, например, там, косметика, я ее могу упаковать, там, вот такую штучку, вот, в такой пакет, чтобы ничего с ней не случилось, да. Но переживаю, чтобы все село, чтобы все было хорошо. Вот, пока что все хорошо, и я надеюсь, что так все и будет. Вот, ну, разное бывает. Я, в принципе, готова ко всему, готова решать ситуацию. Если вдруг что-то произойдет, но знайте, что я суперответственно подхожу к каждому покупателю, чтобы все ему понравилось. Вот, и я думаю, что если бы я открыла магазин, и не было бы какого-то там особого спроса или интереса к нему, я бы, наверное, расстроилась, у меня бы опускались руки. Поэтому, когда первые мои девочки, мои подписчицы начали писать, я знаю, что они смотрят, то есть они меня селеночка-селеночка знают, что они смотрят мои видео, и пришли, и, честно говоря, вот за это вам огромное-огромное спасибо. Вот, потому что не у всех так получается сразу, да, кто открывает магазины. И дела, на улице у нас жара, предыдущий влог был, это мы ходили на концерт Зары, в отрыве там мы танцевали, пели, плясали, кто не смотрел, посмотрите. Было холодно, я очень замерзла. Сейчас такая жара, что люди в сандалях уже гуляют, реально. Вот. Короче, мало ли спит, я разбираю вещи, пошла. Я еще ничего не ела, что-то хочу поесть, а то сейчас силы покинут меня. Такой будет полувлог-болталка, да? Попозже увидимся. Да, кстати, еще есть что сказать. Вы думаете, наверное, как она убирать, то там сидит, то там сидит. Не, просто разные локации для вас выбираю. А так я бегаю. Хотела сказать по поводу ситуации с курением. Вот это Даша и Крит, да? Просто что-то я подумала, вдруг кого-то заинтересует сразу, да? Как ты относишься к этой ситуации? Что все хорошо-хорошо. Был момент. Во-первых, он сказал, ты мне обещала, ты меня обманула. Тот разговор, который я помню, во-первых, я сразу подумала, она ему не обещала, что она бросит курить. Она сказала, что она его услышала. Что для него важно, чтобы девушка не курила, ему это не нравится, он это как-то вот не любит. Она сказала, я тебя услышала. Но обещаний никаких я в тот день не слышала. Может быть, это было за камерами где-то. Я тебе обещаю, что я курить больше не буду, сеги вообще в рот не возьму. То есть первое, я подумала, что Егор очень-очень близко это воспринял, да? Но мне его реакция в принципе тоже понятна, и она мне понравилась. Он в этом напоминает меня. То есть, казалось бы, не глупый человек, догадайся, да? Я сказала, мне это не нравится, если ты действительно настроена серьёзно ко мне, да? То у тебя просто должно отпасть желание вообще к сигарете прикоснуться, да? И тут ты раз и куришь, значит, ты как бы проигнорировала, да, мои слова. То, что мне это неприятно, то есть тебе пофиг. То есть я его понимаю вот в этом смысле, да? Но для меня очевидно было, что когда он прям её из-за этого отправил, я бы на его месте, может быть, не отправила бы сразу бы её, да, если бы я была на его месте, а просто бы сходила на свидание как бы с другой девушкой, раз и, ну как бы раз, и игнор лёгкий такой включила. Ну, мне это не нравится, неприятно. Пусть бы вызывала на разговор, извинялась, и тогда уже точно обещала, ну, как-то оправдалась, да, почему она так сделала. И уже тогда точно дала обещание, что не будет курить. Я думаю, что это было бы, ну, как бы более разумно. А то, что он её сразу выгнал, и всё, ты меня обманула, ты мне предала, ты мне обещала, обещание не сдержала, и прям сразу Розу ей не дал и в машину посадил. Но я в этой ситуации сразу не поверила, потому что вот именно в этой ситуации, даже если бы она там, ну, я не знаю, обещала, вот это они только познакомились, и такой разовый момент, он бы не бросил её. Те эмоции, которые я вижу у него к ней и у неё к нему, нет, они не дадут расстаться, даже если очень захочется. Это только начало, и вот в этот момент, как бы, какие бы даже бывают жёсткие ситуации происходят у людей, они не могут принимать таких серьёзных решений и серьёзно расставаться. То есть они могут говорить об этом, вроде бы расстались, об этом переживают, но через какое-то время сходятся у всех, знаешь, у кого на сколько терпения хватает. Поэтому, когда он её посадил в машину, и она такая, это такой бред и такой бред. Это правда был бред, на самом деле, с его стороны из-за этого выгнать. И вполне очевидно и логично, что он сразу же поехал за ней и вернул её. Вот такая ситуация. Вот так я отношусь к этому, к этой ситуации. То есть, ну, с другой стороны, я понимаю, что человеку неприятно, когда кто-то курит, и ему важно, чтобы перестала курить. Вот я ещё понимаю, в чём человека, потому что я понимаю Дашу, потому что курение очень сильная такая привычка, которую очень сложно реально бросить. Особенно, если какой-то стресс, нервы, то есть у меня подружки некоторые курят, и я это всё понимаю. С другой стороны, я понимаю Егора, потому что я сама не люблю, когда люди курят, особенно мой любимый человек, как вот с ним целоваться, да, вот он куда-то там выходит курить, с кем-то покурить, потрындеть. Я вообще всё это не люблю. Как ревнивый человек, я не люблю ещё, знаете, когда там какие-то посиделки, кто-то там из женщин курит, вот они стоят, вот это вот, трындят, курят, вот эти левые перерывы какие-то, да. Ну, короче, свои заморочки, это заморочки, да, но они есть. И я их не люблю, когда человек курит. И для меня важно вообще, чтобы человек был способен ради меня бросить эту вредную привычку. И ради меня бросали, и курить, и пить вообще, от алкоголя отказывались. И, в частности, мой любимый человек, который сейчас у меня, отец моего Денечки, моя половинка, можно так сказать. Мы когда с ним только познакомились, он курил. И я ему тогда сказала, что вообще не люблю, когда курят, и фу, там, и это. Короче, много чего тогда наговорила. И он не курил очень-очень долгое время. Прям вот бросил курить, и прям вообще не курил долгое время. Но потом, как бы, работы, стрессы и все дела, и он начал курить так вот. Ему было очень стыдно даже, когда начал. Ну, то есть, я во всем этом понимаю, что, ну, ему важно, ему важно мое мнение, важно, что я буду чувствовать. То есть, он пошел на этот поступок. И я понимаю, что ему было это делать нелегко. Вот. И когда он начал это снова курить, да, он видела, как он переживал, там, вот, какие-то там мелкие ссоры у нас там были из-за этого. Вот. Ну, сейчас он пока курит у меня, и, вы знаете, я к этому, ну, как-то спокойно отношусь. Просто для меня прям важно знать. Я знаю, что ему тяжело, но для меня важно знать, что он вообще мог. Вот эту ужасную привычку, которую, понимаете, это привычка, это очень тяжело. Но ради меня он сможет это сделать, и делал. Вот. Ну, сейчас, как бы, я не мучаю его. Думаю, ладно, стрессы, все дела. Тем более, пока мы на расстоянии. Вот, когда будем жить вместе, держись у меня, понял? Вот. Пошла дальше убирать. Мы с пацаном на качельках. Что ты ешь, Даня? Дала ему половину барни. Так они ему нравятся. И сок, да? Прям выхватывает у меня тут. Дэн, ну, это вот не как барни. Это такое, знаешь ли. Давай тебе лучше булочку дам. Что-то сухари, я ему переживаю. Давай. Потому что вдруг он их не размочит, как следует во рту. И глотнет. Они же такие острые. Я, бывает, с сухарями себе рот раню. Давай, мама, булочку дай. Давай. Видишь, не кусается. Облизывать надо. Дай маму забить. Давай. Ну и какая вкусняшка. На. Ты откусил? Откусил кусок. Дэн, давай булочку лучше. Давай. Размелься чуть-чуть. Ну, не страшно. Короче, мы гуляем. Ой, крошки мои, хотела с вами поделиться, что я испытывала сегодня, пока гуляла. Ну, такие, ну, интересные ощущения, которые, ну, может быть, просто я давно не гуляла, не обращала на это внимание. Ну, я так хочу спать сейчас, 12 часов ночи. Малой меня разбудил, полвосьмого сегодня. Я до девяти еще как-то выцыганивала его по чуть-чуть время, пока он крутился вокруг меня, чтобы поспать. И я чувствую, что сейчас меня просто вырубают 12 часов ночи. Когда бы я в такое время ложилась. Я такой просыпаюсь, только укладывала пацана в это время. И йо-хо-хо, тут начинала. А сейчас все, что-то не могу вообще ничего делать. И список на завтра себе делал, написала. Малого завтра маме с утра прям отправляю. Еду в магазин, буду в первой половине там. Вот. Давайте завтра увидимся. И завтра уже я на базаричке с вами поговорю. Спокойной ночи, пока. Доброе утро, мои кроссочки. Мы уже проснулись. Малыш, как всегда, проснулся полвосьмого. Я в девять проснулась. Ну, как проснулась я, то открою глаза, скажу ему, что нельзя. И закрою глаза. И мне даже сны еще параллельно как-то снились. Что ребенок побрил себя наголо. Что-то я там, это я уже вскочила тогда, когда мне такой сон приснился. Все нормально. Все, поел. Сейчас мы поедем к бабушке. Давай. Сейчас мы поедем к бабушке. А, это, хотела что-то рассказать, блин, про ощущения свои вчерашние. Вот как-то вот сейчас хочется атмосферу определенную сесть, рассказать. А тут малыш уже стоит и, типа, пойдем, говорит. Попозже тогда расскажу. О, нашла местечко. Не сильно шумит тут у меня. Вот. Нашла местечко. Все равно что-то дошуметь будет. Я хочу рассказать вам о вчерашних своих ощущениях, на которых я себя поймала. Просто раньше, может быть, я не обращала внимания на это или еще что-то. Хожу по... Ну, то есть это очень кревое ощущение. На самом деле оно может быть у людей, которые даже не стремятся к каким-то вещам. Они просто наслаждаются жизнью. Вот у меня было с детства так, что я все время стремилась к чему-то. Мне вот к лучшему. Мне нужно жить как из сказки, как из этих голливудских фильмов. И вчера, прогуливаясь по улице, я впервые заметила, что я не засматриваюсь на другие дорогие машины, не засматриваюсь на какие-то там дома, проезжающие мимо, да, там. Я впервые в жизни еду и понимаю, что у меня машина, которая мне нравится, которую я не хочу менять. Она, в принципе, мне нравится, устраивает меня всем, и внешне, и внутренне. Единственное, налоги высокие. Платить приходится, да, Дэйчка? Моему сердце кровью обливается, когда мы налоги платим. Да. И тебя еще это ждет. Потом живу в том районе, хоть это не моя квартира, но я уже живу, у меня есть возможность не такая, что... Раньше я снимала квартиры, например, да, и вот реально отрывая от сердца все время отдавала деньги за квартиру, потому что все равно меня не удовлетворяло. Мне то подъезд не удовлетворят, то еще что-то, и мне все время желание свалить, свалить, свалить отсюда. А здесь такое ощущение, что я хочу здесь в этом районе и остаться. То есть сейчас я снимаю жилье, да, но через время я хочу вот именно здесь, здесь или у нас еще есть пару районов таких, да, хороших. Просто я в них еще не была, но мне говорят, должна сходить, посмотреть там квартиры, да, и вот я хожу по этому району и понимаю, что я, ну, удовлетворена, то есть у меня нет, ой, классно, как вот здесь люди живут, и я так хочу, да, или, проходя мимо какой-то машины, ой, классная машина, я такую хочу. Раньше это все было у меня, раньше было, и у меня, как я вижу что-то крутое, такое, ой, я такое хочу, и начинаю фантазировать. Так, вот у меня будет такая машина, на ней я буду ехать вот так вот. И потом у меня мысли идут в обратную сторону, то есть все, достижение всего этого, как пришло ко мне, да, то есть я сначала вижу цель, что я хочу, потом я начинаю на ней фантазировать, как я на ней живу, мне очень нравится, сразу же у меня возникает мысль, как я могу этого достичь, сразу идет в обраточку, что я делала, как бы для этого, да, чтобы достичь этой цели, и потом идет в обраточку на сегодняшний день, что я сегодня могу сделать, чтобы начать и запустить процесс того, чтобы то, что я хочу, было у меня в дальнейшем. И я начинаю сразу делать, меня это очень вдохновляет, вот часто меня спрашивают, что меня вдохновляет на движение какое-то, желание лучшей жизни. Именно эти голливудские фильмы, эти люди, которые хорошо живут, эти люди успешные, которые что-то в жизни добились, они все меня вдохновляют. И, ну, знаете, как говорят, там, зависть, там, белая, черная, то есть я разделяю вообще людей на два вида завистников. Одни такие завистники, которые начинают, ну, принижать человека, да, ничего сами не добиваются, как бы, и не стремятся, и думают, что это и невозможно, в принципе, для них, да, что люди либо родились, там, с чистой голубой кровью, да, или люди-челяди, которые родились, и ничего у них не будет в жизни, да, и вот те, которые считают, что у них ничего не будет в жизни, они, как бы, завидуют, конечно же, хотят жить красиво, да, они завидуют другим, но думают, что они этого не достигнут, поэтому им только засирать, все плохо, плохо, плохо. А второй вид зависти, это когда ты видишь, к чему ты можешь стремиться, ты видишь, что это такие же люди, как и ты, и ты точно так же можешь добиться всего, что и они, просто нужно что-то делать. Эти люди явно что-то сделали в этой жизни, что у них все это есть, да, ну, может, в прошлых жизнях тоже, да, бывают люди, рождаются сразу в хороших семьях, но поверьте, люди, которые зарабатывают деньги, имеют деньги и сейчас хорошо живут, я уверена, что в большинстве случаев это люди с определенным складом ума, потому что, знаете, богатый человек может родиться в богатой семье, дай ему ответственность, дай ему что-то, да, он все это просрет, потому что в голове просто нет этого. А возьми человека, который вырос, вот наш, пожалуйста, там, район какой-то, да, все мы не из благополучных там семей выросли, без отцов выросли там и так далее, да, и люди бывают стремятся, лезут вверх, вылазят и очень хорошо живут, такими людьми стоит гордиться, поэтому я считаю, что это вообще малая часть этого, где человек родился, в какой семье, какие у него условия там изначально, важно, что у человека в голове, к чему он стремится и как он это все достигает, и я считаю, что мы все в этом смысле одинаковые, и любой человек может достичь того, чего хочет, я вот реально горжусь собой, что потихоньку, конечно, не без помощи моего любимого, потому что именно он в определенный момент дал мне ощущение спокойствия, вот потому я говорю, женщины, для нас мужчины, они на самом деле очень важны, очень важны, и важно найти правильного мужчину, вот от того, какой мужчина с тобой рядом, зависит просто все твое будущее, если ты сама видишь и не чувствуешь, что мужчина это тот, который сделает тебя счастливой и который достигнет с тобой вместе всех высот, которые ты хочешь, и вот ничего не будет, это очень-очень сложно, мне мужчина мой в определенный момент дал чувство свободы, потому что до того, как я с ним встретилась, у меня голова вечно болела, где взять деньги, чем заплатить за квартиру в следующий раз, эти постоянные погони, работа, не работа, это постоянный поиск, и это постоянно такая большая нестабильность, и ощущение вот это вот, что сегодня есть, завтра нет, это, это, оно у всех так всегда на самом деле, сегодня и завтра нет, но бывает очень утрированная форма, да, когда реально сегодня есть, а завтра нет, и ты не знаешь, сможешь ты заплатить за свою съемную квартиру или нет, и когда мужчина появляется и дает тебе чувство надежности, во всяком случае, какое-то время ты можешь вообще просто расслабиться и не думать о том, где взять деньги, за тебя все решат, как бы, да, хотя бы минимальные потребности, это что ты будешь кушать и где ты будешь жить, правильно, там, да, если растить ребенка, то ты его растишь, и все хорошо, и ты не думаешь, что тебе надо бежать, устраиваться на работу, где-то искать деньги и так далее, ты расслабляешься, появляется свобода внутри, и ты начинаешь заниматься какими-то любимыми делами, все равно человек чем-то хочет заниматься, но если он не бездельник, просто ничего не хочет делать, да, есть и такие люди, но я такой человек, что я хочу чем-то заниматься, я хочу найти себя, пусть оно не будет приносить деньги, но оно будет приносить мне душевное удовлетворение, ну, и рано или поздно все равно начнет приносить деньги на личном опыте, вот, и, конечно, ну, как бы сейчас, да, благодаря своему мужчине появилось вот это чувство стабильности, чувство того, что я чего-то вообще в жизни могу, и все, что сейчас на сегодняшний день вот пришло ко мне, да, там вот машина, которую я хочу, жилье, которое я хочу, пусть оно пока не собственное, это, в принципе, не за горами, да, ребенок мой малыш, работа, которой я просто наслаждаюсь, девочки, я так тщательно подбираю одежду, так все, вот это вот, я вообще просто, мне так хочется, чтобы все были такие красотки, все время радуюсь, когда вы что-то приобретаете и радуетесь, ходите, потому что я знаю, что такое одежда, насколько стильно она может радовать женщину, разные такие покупочки, шапоголия, в общем, это вот для нас, вот, и всем этим я наслаждаюсь, и я же говорю, с чего начала, что в первой жизни я иду по району, хорошему району, с хорошими квартирами и дорогими машинами, и нет у меня ощущения того, что я этого хочу, я этого хочу, у меня есть ощущение, что у меня все это есть, и еще важный момент, что мужчина, когда есть мужчина достойный, ты вообще не смотришь по сторонам, у меня этого поиска, у меня всегда раньше в жизни был поиск мужчины, да, что у меня должен быть какой-то мужчина, мне надо найти мужчину, и я всегда, какой-то появляется мужчина, там проезжает на машине, там выходит где-то, и все равно так или иначе, ты цепляешься взглядом, и что-то начинается, вот мысли какие-то, да, крутиться, вот такой бы был у меня мужчина, вот такой, вот такой, и вот уже сколько мы вместе с моим любимым, уже, так, три года было у нас, три года было у нас, мне кажется, мы уже так долго, я уже не успеваю отчет, да, и уже больше трех лет мы вместе, если я не ошибаюсь, реально, и я с тех пор просто не смотрю на других мужчин, и я не знаю, мне кажется, просто таких нету, как у меня, и даже нет смысла ни заглядываться, ни желать, у меня самый лучший мужчина, которым можно только желать, и 300 тысяч лет уже нет этого ощущения поиска мужчины, вот полное какое-то удовлетворение внутри, ну нет, не полное, а то сейчас подумаете, ой, все, ну стиля, расхвасталась, ну а с кем мне еще делиться, я делюсь это не просто даже, что у меня вот так вот, да, все хорошо, я шла, представьте, мне не 25 лет, мне не 20 лет, а мне уже за 30, 32, вот 33 будет в августе, и только в 33 я начала ощущать эти моменты, вы понимаете, и то не всегда, нет, почему я бегаю как ужаленная, потому что я все хочу, 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 все равно я хочу еще лучше, еще лучше, я хочу возможностей больше, Европа, там дом, я хочу всем квартиру купить, то есть у меня наполеоновские планы, то есть расти есть куда, это не так, что ой, есть вот это, вот это, вот это, я успокоилась, я не успокоюсь, у меня есть родственники без жилья собственного, я хочу им, я сама без жилья собственного, я хочу им, есть у меня, есть куда вкладывать деньги, я все это хочу, малыш он растет тоже скоро денег на той на те на те курсы всякие я к тому что я сама делаю проделала долгий путь до вот этого момента и еще у меня огромный долгий путь я хочу им делиться я хочу чтобы люди знали что что все это возможно что что как бы надо стремиться цели ставить в общем на личном опыте я хочу делиться этим и люди которые стремятся к этому чтобы тоже к чему-то приходили и не опускали руки вот я для этого рассказываю вот и чего хотела сказать все короче побежала 11 минут 24 прикиньте все побежала короче сейчас вот и все по делу дела и заканчиваю влог ну что я нахожусь в своем магазине приехала сюда и смотри всем привет будущий блогер я снимаю видео очень хочу быть похож на сирену очень классно я расстроилась в этом магазине здесь просто замечательно следующий качестве такие яркие селена такая позитивная где собственно приезжайте такой уютно можно с вами не ожидала спасибо огромное я не ожидала что она так начнет меня хвалить просто снимаете видео и это очень здорово спасибо я просто хотел сказать что девочки вот с мамой смотрите еще маленькая уже приезжает ко мне ваш раз вот себя увидишь потом на youtube будешь смотреть скажи всем привет всем привет мои постоянные клиенты уже уже второй раз приходят ко мне ростовчане мои вот хотел вас познакомить вон они уходят пока пока вот там кстати ближе будет в парк да вот за жбанами прям там чуть-чуть подальше будет зебра офигеть крошки думала ну пришли мои покупатели все ушли такая думаю сейчас быстренько накрашусь короче а посылки оформлю накрашусь я хотел снять два видео одно там вниз гипер пришли классные платья и все такое то что я собираюсь кстати выставлять офигенные платья вообще но там еще есть и курточка и в общем есть одежда потом хотела снять выбрать некоторые вещи у меня просят девчонки с моего магазина снять такое видео хотел что-то из косметики взять снять такое видео ну косметика в магазине да там потестить рассказать почему я то или иное выбрала короче время бежит неумолимо просто я оформила посылки у меня на этот час ушло девочки 4 посылки час я их конечно там пакую туда сюда и я не отвлекаюсь реально не отвлекаюсь на посидеть потыкать вот все бегом голубым по европам оформила потом начала краситься крутиться потом все эти вещи взяла это только с гипюра я все взяла покрутилась в этих вещах я же на два телефона сразу снимаю и на телефон снимаю чтобы выложить это в магазин и снимаю на камеру чтобы это вам показать в отдельном видео фу короче только я покруте полтора часа крутилась в этих всех вот я маме написала да я начала краситься это я все и делаю быстро и покрутилась в этих платьях полтора часа ушло сейчас мне нужно сесть теперь все о них рассказать и бежать на почту и короче время будет пипецки а у меня сегодня и завтра мама с малым сидит завтра кстати на так это не на фотосессию это там подготовка одежды короче мне фотосессия скоро будет кукольный образ мне они хочет сделать посмотрим я только за пофоткаться в каких-нибудь новых образах короче я к тому что время летит неумолимо я даже ничего не ела это хорошо что я в одном месте забежала и поел чуть-чуть там салатик с тефтелькой сейчас я пока все это хожу делаю дело чувствую голод не безумный просто короче с я ем снимаю видео бегу на почту том за малым а спина уже болит и вам еще сегодня видео монтировать так что сейчас я видео выкладываю через день стараюсь это плотненько представляете каждый день каждый день просто невозможно теперь возможно даже будет раза в два видео раза в два дня видео все мои хорошие отсняла для вас видосы сейчас буду что-то монтировать время пол первого мне завтра рано вставать может не монтировать два дня пропуска будет короче и влог этот надо заканчивать я посмотрела холостяка точнее я не посмотрела холостяка да и не уже захотел спать как только он начался поэтому я пошла его класть спать как раз началось свидание у и гора крида и в общем я выключила телевизор и пошла укладывать сына потом начала снимать видос поэтому ничего сказать не могу вот в общем все что я говорила так и остается наверное уже тогда в следующих видосов я скажу свое мнение по этому поводу кстати мне рекомендовали фильмы хотите я вам скажу мне паралеком порекомендовали фильм называется купи меня какой-то наш русский фильм про девушек которые искали там лучшей жизни какой-то жесть говорят фильм надо посмотреть потом фильм потом фильм который называется большая игра 2017 неплохая игра и сериал карточный домик вот это то что я буду смотреть в ближайшее время как только у меня найдется свободная минутка но вы можете уже попробовать глянуть может быть вам что-то понравится все я вас люблю целую обнимаю и прощаюсь до следующего видео пока пока все за войска все за войска все за войска